В первом тайме мы допустили очень много позиционных ошибок и индивидуально-технических, поэтому такой был большой счет. Второй тайм был намного лучше. Поздравляю Кузбасс с победой. Высокий прессинг был неожиданностью для вас в первом тайме Кузбасса? Ну, не был высоким прессингом. Нет? Абсолютно. Вы начинали Кузбасса в вашем радиусе? Нет. Ну, это, может быть, так выглядело, но так не являлось. Так, вы сыграли в двух крытках? Насколько они отличаются? Конечно, абсолютно отличаются. Здесь мы еще не играли на таком поле. большом для нас. Вот. Ледовое поле на стадионе «Химик» гораздо меньше. Конечно, это очень большие размеры пока для нас. То есть нужно адаптироваться к этому? Ну, естественно, да. И в Кузбассе большое количество быстрых игроков, которые используют как раз размеры поля для того, чтобы иметь преимущество. Янсон? Янсон можно поставить в один ряд? Например, с Мозбергом, с Мюрреном? Как он смотрится в этом ряду? Янсон? Янсон отлично смотрится. Это один из лучших игроков мира. И на данный момент я думаю, что, наверное, один из сильнейших игроков в Швеции. Пятиградный чемпион мира Харисов ушел. С командой он закончил, да? Я не знаю. Ну, в смысле, закончил или нет, я не знаю. С командой он ушел? Ну, да. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, победа. Ваш комментарий победит. Спасибо за поздравления. Хороший матч с нашей стороны, довольно качественный. И, наверное, обусловлен он тем, что мы все-таки сбросили такие воображаемые оковы после первого матча, который, конечно, был важен со стратегической точки зрения. И он на нас прилично давил в этом плане. Сегодня мы от этого груза освободились. И, собственно, наверное, я скажу, что такой счет обусловлен не тем, что у нас соперник слабый или оборона неквалифицированная вовсе нет. Здесь с нашей стороны просто были достаточно эффективные действия. Ну, и здесь, наверное, в моем понимании, что соперник все-таки не имеет такого объема рядовой подготовки, который имеем мы. Поэтому здесь не стоит строить, так сказать, какие-то радужные выводы делать с этой игры. Я думаю, все впереди. Весь чемпионат только еще начался. И матч ответный, условно говоря, в Казани. Я очень сильно сомневаюсь, что он пройдет по такому сценарию. Ну, в первом тайме еще такая тактика высокого пресса. С стороны нашей команды? Да нет. Почему? Наоборот, мы отдали определенную, скажем так, зону свободную, где казанцы могли бы начать атаку. И дальше у нас неплохо сработал наш, скажем, группа ребят Центрополя, которые все правильно, качественно сделали свою работу. Чтобы потом наша оборона, уже непосредственная оборона, собственно, они уже пресекали большинство действий со стороны казанцев. Для вратарей очень сложные такие матчи, да, когда нагрузка не очень большая? Ну, знаете, я, наверное, скажу по-другому. Любой матч сложен для голкипера. Словно говоря, взять сегодня вратаря Казанцев, который трудился в поте лица, да, либо Артем. Я не скажу, что он стоял прям без работы, да, но, тем не менее, у него были отрезки, когда он был вне игры, что ли, называемый. И тот, и тот вариант, он как бы, ну, довольно непростой для голкиперов. Во втором тайме команда сыграла свое удовольствие? Импровизировала? Да нет, здесь у нас немножко, скажем, другая концепция. Мы поговорили в раздевалке, чтобы все-таки хороший задел в первом тайме был. Но мы вышли с теми намерениями, что мы все-таки работаем на перспективу, и нас ждут очень важные матчи. И то, как бы мы хотели подойти к чемпионату, мы не подошли все равно в такой форме взаимодействия, по крайней мере, между собой. И эти 45 минут мы использовали как раз для налаживания, оттачивания наших связей на поле непосредственно нашего взаимодействия. Плюс второй еще момент был очень важный, который не получился в первом матче с «Динамо» и «Москвы». Мы все это делали на достаточно неплохой скорости. Поэтому отсюда, собственно, хороший результат, и сейчас хорошее настроение у ребят в раздевалке. Алексей Нечков лучший игрок в матче? Да, сегодня. Сейчас в раздевалке импровизировано так вручили ему приз лучшего игрока матча. Заслужен? Ну, наверное, наверное. Парни решают сами. Поэтому будем считать, что заслужен. Янцев сегодня в ударе был? Ну, Симон провел сегодня хороший матч. Если сравнивать, я говорю, эти два матча, как я уже сказал, на нем это прям чувствовалось. Первый матч. Ему было сложно. Был определенный брак сегодня. Все было по-другому. Он раскрепостился, и мы знаем Симона, какую он приносит для нас пользу, какая у него роль. Поэтому сегодня у него получилось довольно неплохо. С кем советуетесь, определяя состав команды? Ну, у нас есть играющий тренер Алексей Чижов. Мы, также у нас идет конструкция. Совместные решения? Ну, ну да, конечно, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.